Очень темно, но мы в любом знаем случай, что это карта D Overpass. Команды Astralis вместе с LDLC начинают. Это встреча, опять же, LDLC в защите. Astralis в атаке, уже будет раскидка на мидл, полетели там флешки от Глэйва. Соответственно, можно уже выходить на данную позицию. Дюпри будет встречать оппонента также на коннекторе. Вместе с своими тиммейтами нужно врываться и прочекать абсолютно все позиции. Вообще карта Overpass рабочая для LDLC. И все-таки в любом... Как начинается этот раунд? Мисту может исправить ошибку своего тиммейта. Отличная работа от Мисту. Он делает два минуса и Astralis сейчас в меньшинстве. Тут засада сработала очень круто. Непонятно, почему Мисту пошел так агрессивно. Открываться, соответственно, отлетает от Глэйва капитан команды. Но вот к Зипикса потеряли. Девайс тоже погибает от Тойну. И вот здесь смертоносный просто коллектив команды. И вот LDLC, который смог встретить оппонента на коннекторе, выходит на ситуацию 3 в 1 для Глэйва, который врывается просто и не чекает противника под собой. Это был маньяк, который оформил последнего АТ-1 в 0 в пользу команды LDLC. Молодцы, ребята. То есть они, видимо, знали, как, возможно, будут играть Astralis в первом пистолетном раунде и просто встретили в коннекторе. Ну, в общем, в принципе, хорошая идея укрепить коннектор в пистолетном раунде и для защиты. И тут, в общем-то, быстрая хелпа на точку Б. Сразу же прием медла на карте оверпасс. Ну и сразу же у нас пауза после первого пистолетного раунда. Пока непонятно, с чем это связано. Видимо, технические проблемы. А может быть, знаешь, сейчас Astralis мошнят. Да, там что-то было нечестно. Давайте переигровку, как раньше было. Да, тут опять же переигровки были, вот если до трех раундов, там, я помню, в начальных были некоторые проблемы. Стёж проиграл, там, какой-то завис, техническая проблема, все, переиграл. Да, ну, слава богу, что сейчас таки нет правил. Действительно, вот как раньше, что вот если там до трех раундов, ты можешь просто там выдернуть провод, грубо говоря, с какого-то компьютера. Ну, вот я тебе рассказываю, 2007 год, отборочные на СВЦ, команда Explosive претендует на поездку во Францию, играет полуфинал с командой Gaming, тоже, которая претендует. Мы играем за атаку на Кобле, в 1-6, другой был Кобл. Играем пистолетку в атаке, берем пистолетку, Старикс убивает троих. То есть мы выигрываем пистолетку, Старикс убивает троих, все, счет, короче, мы потом берем Эко, счет 2-0, и на третьем раунде игрок у команды Gaming, то ли там ребутается ком, короче, как-то борода происходит. И судья принимает решение, переигровка с первого раунда, с пистолетного. Говорит, в правилах написано, что типа, если там по каким-то причинам. Я говорю, ты понимаешь, есть правила, а есть просто логическое объяснение того, что происходит. Ты понимаешь, насколько тяжело в атаке взять пистолетный на Кобле? Это не такой Кобл, как сейчас, где прерогатива у атаки. Раньше Кобл был другой, раньше за атаку вообще брали 2-3 раунда, и это считалось нормально. Ну вот как на нюке, знаешь, то есть не было же дропрума, был просто выход на B узкий такой, очень узкий. Там проход вообще был просто нереальный. Сам B-плэнт большой, там спуск большой, но вот выход просто одно маленькое такое окно, ну не окно, дверь, я не знаю, как это назвать. Мидл и отросток. И все, и там пистолетный нереально было взять. И просто главный судья говорит, переигровка. Я говорю, ну нормально, мы же можем сейчас, он подконнектится, там все. Ну мы взяли пистолетный, где справедливость? В итоге мы, не знаю, то ли помарали, то ли не знаю, как мы проиграли в итоге эту игру, и гейминг поехал во Францию. Ну, благо сейчас есть возможность бэкап сделать абсолютно любого раунда. Ну да, сейчас другая вообще совсем история. Тогда, наверное, никто не пытался даже как-то по этому поводу заморачиваться. Соответственно, из-за этого были переигровки такие. И тогда очень часто действительно ребята там по процессорам били ногой, и все остальное происходило. Да и в CSGO такое было в начале вот этого Counter-Strike, вот как команды разыгрывались. Я слышал даже там в 2013-2014 году были такие случаи, когда команды, некоторые, некоторые игроки могли просто выдергивать провода. Ну ладно, сейчас уже такого нет. У нас вроде как все должно поехать, хотя не возобновляется эта встреча. LDL-C взяли в очень хорошем стиле первый пистолетный раунд, сыграли через коннектор. Там в целом находилось очень много игроков защиты, атаки. Но вот атака не могла разобраться нормально. Все, есть у нас уже этот раунд, второй по счету. Astralis должны закупаться. Они в предыдущем раунде не ставили бомбу, соответственно, сейчас будет бай под ноль, и, возможно, попытка выйти очень быстро на какой-то из плентов. Наверное, на точку B. Ну, сейчас посмотрим. Да, Astralis будут форсить. Ну, они всегда в такой ситуации форсят. Мы никогда не увидим экономический раунд, если не была поставленная бомба. А для датчан они в любом случае покупают. И тут что у нас? Есть два смока. У Глеевой и у Кзипникса. Мисту поджимает болото перед коннектором. Контролирует эту позицию. Дюпри выходит в коннектор. Три игрока стоит у LDL-C на точке A. Экзистенс, там довольно агрессивная позиция в туалетах. Он там пока один. Мисту задетектил первого оппонента. И Дюпри выходит с коннектора делать минус по мисту. Но вот здесь, на самом деле, французы сами виноваты. Вот эта вот позиция мисту, он должен по-любому играть с хелпой. А он стоит один. И получается, что его просто с двух, с трех сторон могут расстрелять. И в итоге меньшинство уже для французов в этом раунде. Тойну может встретить соперника на длине. Там действует Николай Ридс. Это Девайс. Два игрока атаки также спускаются по коннектору. Это уже готовится выход дальнейший на точку B. Маньяк, немного просаживайте. Понятно? Это был, если я не ошибаюсь, Кьерби. И Дюпри. Не единственное, кто получал дэмэдж в этом раунде. Девайс все-таки погибает. И уже Тойну должен давать информацию о том, что ребята, возможно, это B. Потому что на банане и на туалетах никто не просматривается. Врыв под клашку от Алекса. Тоже собирается информация этим бойцом. Соответственно, уже можно отходить на плент. Маньяк, как же ошибается Кьерби. Местит с зиптиксом его забирает за плентом. Алекс пытается слить головы. Пока что не получается. Есть минус от Тойну. И от него. И сейчас все-таки последним патроном в полете. Забирает оппонента, который должен был вроде как нормально выходить на этот размен. Но не получилось. Был опенфраг для команды Астралис. Но не смогли разобраться. Пять в четыре все-таки. Как-то вот даже до установки бомбы дело не дошло. Да, разобрали здесь LDL-C. Вообще, эта карта оверпасс. Сейчас, вот если, скажем так, у меня там команда Кингвин, команда LDL-C. Это те команды, которые я вижу в действии не так часто. Но вот если я вижу команду LDL-C в каких-то матчапах, то очень часто это именно оверпасс. То есть, в принципе, я так понимаю, что это одна из самых лучших карт у LDL-C. И все-таки это оставляет надежду нам на то, что этот матч будет очень тяжелым для Астралис. Ведь они все-таки здесь слишком явные фавориты в этом матчапе. Экзистенс. Он должен, опять же, был там как-то действовать вместе с Глэйвом. Но все-таки оставили его там одного. Кстати, сразу же, да, там не заметили. А тяжело-то, на самом деле, есть такая позиция, где твоя голова просто вот за пачкой, которая стоит на столе. И, соответственно, ты же можешь просто там чек и сразу же убивать соперника, который работает на коннекторе. Проседает сильно Керби, 28 хп. Экзистенс хочет подфармить. Также тут находится у нас девайс, который его и убивает на той, но тут же работает против Керби. И еще один минус на девайс, и Маньяк тоже поддерживает. Это 3-0. Хорошее начало, уверенное для команды LDLC. Хотя вот были некоторые точные проблемы, с ними они справились на 5 баллов. Ну что ж, есть 5 заказов 47. От Астралис первый девайсный раунд. Атака сейчас должна что-то показывать. Но есть только один молотов, который, возможно, использовать будет у нас зипекс на зиге. Очень часто туда летит у нас эта граната. Соответственно, есть прострелы защиты. Мы видим, что агрессивно действует у нас экзистенс. Занимает коннектор. В одиночку тут будет играть капитан команды. Он кидал гранаты, отошел. То есть, видимо, имитирует таким образом то, что играет защита от коннектора. И, конечно же, вот этот смог, эта граната стопит на некоторое время ранние выходы команды Астралис. Астралис пока разыгрывает сейчас очень медленно. Гзипник сыграет роль люркера под точкой B. Выход на той, но под флешку на длине. Француз мажет. Простите, это бельгиец на самом-то деле. Он мажет и меняет позицию. Глейв чекает коннектор. Выходит сверху. Сейчас там месту на деревяшке тоже прыгает. Пытается прочекать болото. Ну, вот Элделоси довольно закрыто играет. Пока нет никаких совершенно агрессивных позиций. Экзистенс стоит на длине. С ним играет Тойно. Они просматривают лонг. Ну, и вот сейчас будет выход, судя по всему, от Астралис на эту позицию. Нет, все-таки в туалетах дача не потусили-потусили и уходят в коннектор. И будут заходить, судя по всему, на точку B. 45 секунд до конца этого раунда. Тойно ловит под себе смог. Это говорит о том, что, возможно, даже не будет выхода на длину. Ну, и да, так и есть. Глэйв перетягивается тоже вместе со своими тиммейтами. Готовится принимать оппонентов у нас Мисту вместе с маньяком. Смотри, вот видишь, поджал Экзистенс туалет и все. Это инфа для французов. И в целом они должны принимать B-Plant. Сопроцентно. Дюбри забирает Мисту. Там хороший гаранта под Кзипикс залетал. 4 на 4 ситуация. Глэйв пытается прожать Плэнт. Не самый лучший угол для него. Ну, Алекс, еще один минус от него нет. Не залетит девайс. Все-таки его отработал. Ситуация 2-2. Но очень красный девайс. И он не уйдет с этой позиции. Экзистенс. Какой хороший хэдшот. Залетает. Поджимает капитан команды LDLC через зиг. И последний у нас девайс. От слепущего просто Тойно отлетает. Медленно. И читаемо играли Австралийс в предыдущем раунде. Молодцы LDLC. Вот видишь, длину поджали. И, в принципе, они должны были поджимать. Потому что, когда у вас вот середина длины летит такой смог, это уже говорит о том, что не факт, что вот как-то вот атака будет действовать через данную точку. Это небольшой фейк. И не повелись LDLC. Не остались там на своих позициях. Все-таки укрепили точку B. И это сработало. Сейчас только пистолет. Видишь, ключевая комбинация была на длине. Вот Экзистенс, который сидел вот там под вазончиками вот этими, да. То есть прилетели. Как сыграли Астралис? Астралис сыграли очень прямолинейно. Они заняли мидл, законтролили. И, опять же, у них коннектор был под их, скажем так, опять же, контролем, да. Слишком часто я повторяю слово контролем. Но тут по-другому не скажешь. И вот Экзистенс, который с Тойноу просматривал длину, он вот прилетел смок от Астралис, который типа закрыл выход на лонг. Но, опять же, за счет позиции Экзистенса и туда даже решили не выходить Астралис. Потом он поджимает туалет. И это изи катка для TML DLC. Ну, по крайней мере, изи катка с точки зрения позиций. Да и плюс, если у вас просто на 30-й какой-то секунде летит такой смок, это уже говорит о том, что атака не пойдет на длину. Просто атака там на 15-й секунде через длину не будет пытаться выйти, учитывая то, что данная позиция очень легко откидывается защитой. 5-0. И мы не ожидали такого, наверное, начала от команды LDL-C. Посмотрите, 9-0-0 Тойноу. А снайпер команда, которая отыгрывает лучше всех. И 0-1-5 там у одного из игроков команды Астралис, кто-то не может подключиться, это Xypex, лучший клатчер. Один из лучших, вернее, в этом амплуа. Есть AWP сейчас у девайса и нужно, наверное, принимать дуэль с Тойноу, который, в принципе, довольно-таки прямолинейно каждый раунд отыгрывает на длине. Xypex, кстати, поджимал коннектор, откинул гранаты какие-то и тут же можно отойти. И, соответственно, пресекается пока что агрессия команды Астралис. Они уже должны задумываться над тем, как сейчас играет защита. А защита играет вот одинаково постоянно. То есть 3 плюс 2, никакой агрессии. Ну, а почему? Вот они должны что-то менять. Видишь, даже, смотри, вот очень популярен, да, у нас в защите такая популярная история, когда... Так, какой тайминг вообще, да? Популярная история, когда AWP в начале раунда там под какой-то смог, под гранаты жмет шарики, там на ступеньках, там на каких-то лавочках воюет. Здесь этого нет. LDL-C играет очень закрыто и вот, возможно, Астралис на нащупали, нащупали, а не поняли, как происходит их дефенс. Ой-ой-ой, Керби просто под шифтом заходит и тут должен двоих просто забирать. Да, existence, ляп, ляп второй. Это ошибка. Ну, это ошибка, да. Двина команды LDL-C, ну, как же так, не контролируются абсолютно у нас туалеты и на таком-то тайминге, ребят. Ну, Керби также заходит уже в банк и не забирает Алекса. Возможно, вот не стоило дальше. Проходить на бомбу. Поставили на 4 в 3 ситуация. И есть набор диффузов, есть гранаты, 3 флешки и 1 молотов от Мисту и Алекса, соответственно, но ребята все-таки решают отойти, наверное, на сейф. Ну, как минимум один, это маньяк тут вряд ли уйдет. Зипик все-таки его читает на точке Б и принимает сейчас и Мисту, и Алекса. Не получается с ними перестреливаться, не самая лучшая позиция была от него. Но дальше Глеев пропускает 1, 2 добирает тот, а был красный, это Алекса и сейчас уже просто выдвигается вот как, не знаю, охотник своей жертвой. Но не стоило все-таки отдавать, наверное, этот калаш. Но Мисту хорошо сыграл с точки зрения выбора позиции, не прочитал все это, делая его виз-ави и в итоге Дю приделает минус по месту. И три игрока у французов уходило на сейф, но при этом сохранить свое оружие не удалось никому. Ну что, французы отдают первый раунд, при том мы видели, как это произошло. Во многом, конечно же, благодаря Кьярбою, который воспользовался абсолютно неприкрытой свободной зоной от своих оппонентов, зашел в спину и сделал два дела. Не стоит все-таки так играть, вот тем более, учитывая то, что DLC уже имели такие позиции. Понятно, что тогда она сработала только для информации в том раунде, когда поджималась точка и выход был от атаки на точку B, а так Ерби уже есть по нему инфа. Очень агрессивная игра от атаки под Зигом. Там Мисту, который может даже вармется под какую-то флешку. Флешка полетела только на нижний, Глейва и Кзипикса отступила. Но еще одна, вот, ой-ой-ой, не самый лучший тайминг. Пока что игрока защиты прощают. И тут же залетает Смоу, который, ну, действует против команды Астралис. Хотя тут можно даже подсадиться, попытаться там кого-то за бочки забрать. Смотри, у француза опять комбина на длине, опять не смотрится туалет и банан. Видишь? Ну, можно поджать. Там, видишь, ситуация неплохая для этого. Экзистент уже находится за камнем. И, в принципе, уже нужно как-то вот активнее, наверное, действовать. Но тут троица LDLC, которые готовы принимать оппонентов на точке B. Идет раскидка от Глейва и компания. Хорошая флешка на бочку. Ну и Глейв уже выходит первый. Тут должен замечать маньяка. Тут отлетает от Дюпри. Мисту тоже отрабатывает только одного Дюпри. Аликс подключается, но отлетает от Глейва 3 в 2. И тут эта комбинация не сработала абсолютно. Вроде как три игрока, но только два минуса. Да, очень хорошая раскидка. Хороший, в целом, хороший выход от Астралис. Очень круто они захолделись, сделали паузу. Сейчас минус для Девайса. И в итоге Тойну вынужден уходить на сейф. Как мог попасть в Девайс? Опасно. Но будут охотиться, наверное. Посмотри уже там. В коннекторе есть боец, который поднимается. Это тот самый Николай Ариц вместе с ним к Зиппикс. Тойну через туалеты вынужден действовать. Но тут слишком легкий минус для него. Да, Девайс тут делал выпад. Вроде как читал оппонентов. Какой второй залетает. Один на один ситуация. Глейв. Попытается. Понятно, что на исход раунда это не повлияет. Но Тойну может еще одного забрать. Нет, все-таки Глейв. Хорошим выстрелом в голову отправляет соперника. Астралис берут раунд, но потратили очень много денег. Да, и сейчас на это должны обращать внимание ребята из LDL-C. Знаешь, у нас были кингвины против Модспортс, которые в такой же ситуации закупились. И сейчас, наверное, то же самое. У LDL-C есть бай. При том, что 2400 сделаете одно эко и потом опять играете на оружейном... Ну, могут сейчас поплатиться за этот бай. Да, это очень плохой бай. Очень плохой. У вас 2400, у вас 2400, 2600. Вы делаете одно эко, у вас в следующем раунде полноценный оружейный бай. Это может быть даже на АВП наш Кребайте. Странное решение. ВМП-45, 3-5-7-а. Именно такой бай оформили. LDL-C смогли, вернее, даже оформить на большую. Тут рассчитывать особенно вот в такой ситуации не могли они. XipX под точкой B отрабатывает роль Lurker, также раскидка на миде, от девайса компании. Все позиции перекрываются и можно уже перейти на более близкие дистанции под A. Там только один той, но existence. До сих пор там ребята пытаются втроем работать на B. Ну, а Алекс, если что, будет на быстрой перетяжке. На страйке каждый раунд. Играя через коннектор и через контроль этой позиции, мы видим, что уже наконец-то они нащупали слабые места у своих оппонентов. Взяли два раунда подряд. Ну, один раунд точно на совести Кьерба и даже не на совести, скорее на совести двух парней, которые длину смотрели. Выход на длину и здесь уже нет АВП. И понимает это все дело Астралис, который готов ворваться под флешку на эту позицию через смок. Может залететь existence, неужели сам пойдет по флешку, врывается у нас капитан и тут же отлетает XipX. Еще одна флешка, непонятно зачем она была, если честно. Если бы там, например, existence убивал бы, то он ее и дел бы. Так и первая не ослепила, что самое интересное. Ну успели, там на самом деле она летит настолько высоко, что игрок атаки успевает среагировать. И здесь Фейтойно ошибается, тоже на банане погибает, 5-3 ситуация, два 5-7, один UMP и два игрока там просто на КамАЗе тусуются. Третий тоже подойдет, наверное, на эту же позицию, туда же летит Молотов, который потушится, слишком много смоков. Маньяк, врывается на Дюбре неплохо, Мисту тоже может тут убить Кьерби, но пока что не получается. Отпускает все-таки красного соперника, 32% здоровья, Глэйв, это хадшотинг, залетает по Маньяку. Ну и дальше уже просто или сейв, или, наверное, уже выход для того, чтобы как-то там какие-то девайсы еще выбить. Получается, это у Алекса, тут же летает Мисту от АВП девайса, последний, Алекс. Ну его позиция известна тут Кьерби. На самом деле тоже так опасно действует, погибает, уже три минуса от команды LDLC, но четвертый вряд ли залетит. Все под контролем девайса, который, если что, даже может отойти. И противник взорвется. Алекс там до последнего борется, в итоге он сделал 2 кила. Нет, ну, да, все-таки не нашел он себе место, где бы мог сохранить свою жизнь. Вроде как половый был Алекс, и было время для того, чтобы там попытаться как-то в углу засесть. Ну или выйти хотя бы на длину. Спорный, очень спорный форсбай. Ну, вот сейчас еще вот на ЭКО, ты знаешь. Ну и теперь уже будет счет 5-4. 5-4. А так бы сейчас уже был бы нормальный оружейный раунд. Ну, странное, странное решение, совершенно непонятное. То есть, ну, я понимаю, чем они руководствовались. Тем, что, мол, один выжил, убили четверых, денег нету. Ну, вы же должны понимать, что там-то будет нормальный бай. А у вас нормального бая не будет. Что вы купите у МПшки? Ну, то есть, тут, конечно, LDLC приняли очень спорное решение. И мы увидели по факту, оно... Ну, против Астралис точно не проканал. А бы, знаешь, если, может быть, команда была немножечко похуже, то да. Ди фри. Ой, встречает двоих оппонентов, которые не могут его там до последнего забрать. Только сейчас Алекс. С хелпой работает. Правда, сам тоже получает хэдшот от Кзипикса. Это уже минус 2 от Андреаса Хейстета. Там хэдшот, так что летает по Кербе. По той, но уже есть исчерпывающая информация. Он на девятке. Контролится эта позиция. Бомба устанавливается. Четвертый довольно легкий раунд для команды Астралис. И сейчас вот нужно уже LDLC отвечать. Потому что вот ввели со счетом 5-0. И немного, ребята, вот провалились. Провалились вот из-за того самого раунда, когда они просмотрели выход от Кербе через туалет. Все-таки вот после таких раундов ты уже, ты знаешь, что где-то теряешь эту уверенность начальную. Ну да. Ну посмотрим. Может быть, мы сейчас увидим, кстати, от LDLC решение сыграть через коннектор. Они пока в защите действовали таким образом только в пистолетном. И тогда это принесло плоды. Но нет. Все-таки LDLC будут играть комбину на длине. Сейчас выход от девайса. Там слепой парень стоит на велосипеде. Это existence. Тойну здесь вот на этой позиции возле туалета просматривает лонг. Но там мы видим, что Астралис сосредоточены кучкой перед точкой B. Девайс тут единственный игрок у Астралис на Апланте. И то он уже меняет свою позицию. Гзипникс просто идет на стыльбу. Скорее всего, знает, что есть на бочках. Ой, миста продается сейчас. Все-таки маньяк. Наконец-то, наконец-то делает этот минус. Тут же отвечает Дюпри. Размин пока что разный. 4 в 4. Равно, вернее, Иглэйв. Вроде как посмотрел оппонента в смаке. Но все-таки забирает у Аликса. Прошивает его за плентом. А мисту? Который должен был умирать самым первым. Тут просто отпораживается. В этом смаке заходит и пытается кого-то забрать. И да, это будет Керби. Но тут же должен получать в спину. Девайс переключается на пистолет и загоняет. Да, так и получается. 3 в 2. Тойну вместе с existence, которые в очередной раз действовали очень агрессивно. На длине оказываются вне позиции. То есть сейчас понятно, что они могут сказать. Ребята, ну как там вообще с B у вас? Но с другой стороны, они тоже действуют одинаково почти в каждом таком... Ну, понимаешь, там может быть план на игру такой. Что мы играем 3 плюс 2 и все. Ну, как бы и вы втроем на B, вас должно хватать. И ты же видишь, они даже не перетягиваются. То есть они не держат точку A втроем, например. То есть LDLC целенаправленно играет комбину. 3B, 2A в защите. 3500, 3800. Ну, надо делать ECO. Какой-то такой можно сделать. С пистолетами. Ой-ой-ой. Точечный. Нет, не будет на SECO. Будет просто под ноль форс. Опять, я не понимаю этого решения. Вот честно. Ну, я просто не понимаю. У вас есть АВП. То и ну, хороший АВП. Вам нужно это АВП. Ему нужна палка. Ему нужно пространство. Ему нужно давать работать, давать фраги вообще какую-то полезную. Да, я не знаю, какую-то пространство. Ну, я не знаю, как просто назвать. И вы покупаете что? Так самое интересное, что вы покупаете? У МПшки? И два Фамаса? Ну, не знаю. Я опять же, я не понимаю этого решения. Честно, я не могу его одобрить. Видишь, они вот с такими девайсами решили подрашивать немного ЗИК. И в принципе, у них сейчас это сработало. Они собрали информацию и знают только о том, что вот один кзипикс находится под точкой Б. Ой, маньяк на грани. Просто фола работает. Миста должен, в принципе, его тут убивать. Если кзипикс не прочитает каким-то образом оппонента, тот просто отойдет. Он все делает правильно. Ни в коем случае нельзя тут дарить вот этот АК-47. Еще есть минута для того, чтобы перейти в атаку, если что, или на А, или на Б. На Б тоже можно спуститься, учитывая то, что есть боец еще в коннекторе. Это Дюпри, который собирает инфу по данной точке. АХ. Той-но. Там надо за Той-но смотреть. Он здесь у нас присматривает туалет. Он тут в этой позиции опорник. Астралис играет через туалет. И вот Мисту приходит в итоге с точки Б. Дюпри погибает в коннекторе. Маньяк смотрит длину. Ну что, Астралис будет заходить дальше все-таки на точку А. Той-но. Той-но. Так, очень важно сейчас убийство Ерби, который чекает все позиции здесь на туалетах. Той-но перестреливает. АТАК-47, но дальше есть размена от капитана. Дювайс так же ловит маньяка. Ой-ой-ой. Могут быть проблемы, будет подсадка от Алекса вместе с Экзистенсом. Того уже заметили, ни в коем случае нельзя идти, потому что Хэдшот тут же оформит один из игроков атаки. Есть установка бомбы. Три-на-три. Не могут ворваться, просто в смок. Залетает Эдглейм. Ой-ой-ой. Кзипикс также забирает Алекса. Последний мист, по которому уже есть инфа. Он кидал молотов с хелпы. И здесь Кзипикс должен забирать. Нет, это будешь товарищ Девайс. Именно ты на последнем минусе 6-5. И это уже шестой раунд подряд для команды Астралис. По идее сейчас французы опять должны покупать. Но если они покупают в той ситуации, то почему они в этой не покупают? Ну, не знаю. Вот где логика? Решили ребята вот именно так перевернуть где-то экономику для себя. Может быть взять раунд, там 6-5 выйти вперед. Но дело в том, что у них не удается даже просто перестрелять оппонента. То есть есть хороший минус первый какой-то. А как ты перестреляешь, если у тебя три ОМПшки и ФАМАС? Ну, как бы там ни было, ОМПшка на средних и дальних дистанциях. Ну, средняя еще, ладно, дистанция. Может быть. И то довольно рандомно. Но LDLC сами себе привозят проблемы на самом деле. Они делают такие вот мувы, такие решения принимают, которые, в принципе, приносят свои дивиденды против более слабых команд. Которые, может быть, где-то не читают эти баи. Но это все-таки Астралис, команда, которая брала, ну, очень сейчас круто смотрится. Даже несмотря на то, что они там не дошли до финала. DreamHack Masters. Но в целом, учитывая то, как вот играет LDLC против них, ну, нужно более, наверное, уважать соперника. Где-то подслить, где-то взять АВП. Сыграть очень сейвово. То есть попытаться принимать соперника на самых дальних рубежах. А не пытаться навязывать борьбу там на длине. Постоянно туда ходить, учитывая то, что Астралис, в принципе, там не особо появляется. Да, там какие-то первые раунды они туда ходили. Но LDLC, ну, тут тоже их можно понять. Они пытаются вот... Ну, сейчас они точно должны пойти на длину. Ну, давайте. Ну, Existence вместе с той, ну, идут, идут. И там никого постоянно не находят. Хотя у них постоянно такие позиции, что один на камне, второй на вазоне. И вроде как они должны играть вместе и против туалетов, и против длины самой. Там есть АВП, который просматривает выход. Но вот Астралис уже это все дело понимает. Они понимают, что есть слабая работа от соперника на туалетах. Так что давайте будем ходить медленно именно в эту позицию. Под флешки, под смоки, занимать ее. И там уже эти UMP-шки отстреливать. Здесь вот команда, которая играет в атаке, ее можно понять, как она действует. Вот объективно можно рассудить. Команда в защите вот оставляет пока что больше вопросов. Хотя вот ввели еще там 5-0. Но в целом мы, возможно, где-то больше требуем от команды LDLC, чем вот они могут нам дать. Ну, судя по всему, сейчас пауза от французов. Я, если честно, не знаю, что здесь думать. Эко нужно сделать. Хотя эко нужно было делать еще раунд назад. Тут, понимаешь, вот даже LDLC, вот сейчас если проанализировать раунды, которые были, да, оружейные, которые взяли Астралис. Первый раунд. Это просто пропуск через банан. Киарбаиас через свободную зону запустили, он зашел в спину. Потом очень хороший ювелирный выход на точку B от Астралис. И потом вот такие вот методичные ломания А плента. В первую очередь, как какие-то стяжки через коннектор выхода на точку B. То есть, в принципе, если так проанализировать, то команде LDLC менять-то особо нечего. То есть, единственное, что да, действительно стоит обратить внимание именно на длину. В том плане, что стоит ли ее вообще просматривать. Ну, вернее, стоит ли просматривать, да, но насколько стоит исходить из того, что на длине там нет Астралис. Например, может быть там как-то какой-то сделать буст на дуге, да, в туалетах. То есть, там как-то просматривать middle. В целом нет активности именно в туалетах там. И на ближних рубежах вообще вот middle. На коннекторе снова вот Mista погибает. Он действовал через эту точку в одиночку. Наверное, врывался под флешку. Но не окупилось это действие для команды LDLC. 5-4 ситуация. Xypex под точкой B. Ну, постоянно он здесь сидит. Тут не новенькая позиция для него. Соответственно, он там держит в страхе большую часть игроков команды защиты. Но пока что вот только сейчас спускается у нас кавалькада через коннектор. Будет выход на точку B. Там только два игрока. Перетяжки от Existence он пока что не угадывает. Но не факт. Не факт, что еще и на B пойдут. У нас еще Glaive выходит. Пытается просмотреть спину. Все очень дисциплинировано для команды Астралис. И где-то вот уже спустя 10 секунд после первой раскидки будет вторая под флешку. Выпускает Dupree своих тиммейтов. Еще одна полетела неплохо. Glaive также пытается прошить еще хороший смок от защиты. Там залетел. Dipex очень сильно проседает. Все-таки погибает от Dipex. Existence, вернее, к Ерби тут же убирает маньяка. 3-4. По Alex есть инфа, потому что он показывался уже за плентом. И там летит еще и Molotov, который вынуждает его двигаться. Но тяжело. Еще и второй там игрок появляется. Занимает его позиции. И Dupree вместе с Glaive по минусу Alex Existence. Ну, уже должны его дожидаться здесь. Хотя он все это время отмораживался на хелпе. Попытается выбить какую-то волыну из рук своих соперников. Это 7-5 и 7 раундов подряд для атаки. И здесь с этим пока что Эрби не могут вообще поспорить. Но экономический раунд подобие форсбая провалился. Улзиллси все равно все один килл. Действительно, очень грамотная и дисциплинированная игра. От Астралисы целых 7 раундов подряд в атаке. Хороший ответ. Очень достойный. 5 эмок от LDLC. Нет АВП для Тойноу. Хотя деньги были на АВИК. Я не понимаю команду, у которой есть снайпер хороший. Который уже настрелял больше всех в этой игре. И почему бы не накопить... Почему вот капитан Existence... Ну, ты же вроде как умный капитан. Ты же человек-голова. Почему ты не следишь за тем, что у твоего снайпера нету АВП. Вы обязаны фармить, как бы не фармить, накапливать деньги для АВП. Ты должен следить за его экономикой. Если он сам не следит. Если он там молодой, неокрепший мозг. Возьми ты, посмотри. Вам нужен этот Ави, который делал киллы в этом матче. Почему? Ну, решил Тойноу, что вот, может быть, он сможет вот в этом раунде принести какую-то пользу, имея в руках М4-1С. Может быть, там какие-то объяснения есть. Вот как-то общались по этому поводу. Мисту! Какой же прострел еще ловит. И маньяк! Куда вообще смотрел? Дюпри пропускает через них. Тот его тут же забирает. Тойноу! Размен! Эйстис с Existence. Там уже есть работа от них. И Кьярви вместе с Дюпри погибает. Это 4 в 3. Хотя Мисту очень красный. Еще раз повторюсь. Нужно как-то врываться, помогать там на Бену. Зачем? Вот как-то агрессивно слишком действует. Алекс только один на точке А. Не может разобраться сам с собой! Ой-ой-ой-ой! Глейб забирает 3 в 3. И в целом, посмотри сейчас на хп-команду LDLC, которая только что находилась на, ну, не очень, вроде как, хороших позициях, но в большинстве. Да, но тут еще нужно отметить то, что LDLC все-таки решили сыграть через коннектор. После большой серии раундов. Тойноу, кстати, слышал, он здесь к Zipnick, он еще чуть раньше был в коннекторе и слышал, как тот перетягивается с точки B. Ну и преимущество для LDLC. 3 в 2 ситуация, но очень красные французы сгорают. В итоге Глейб, девайс 1 в 3 с АВП, не мобилен, но делает минус по экзистенции ситуации уже 2 в 1. Два красных против него. Теперь уже красный девайс и очень тяжелая, практически неотащибельная ситуация. Все. Еще один мото просто, да. Да, там Глейб на самом деле тоже вроде как имел позицию, вот для того, чтобы отойти с этого мото, но решил вот стоять до конца. Может быть, кого-то забрать и там уже попытаться выпрыгнуть из коктейля. Но два врага все-таки для команды LDLC в ситуации 3 на 3. Имея такие ХП, предпоставленная бомба. Молодцы, ребята, что все-таки включились. Наконец-то вот то, о чем мы с тобой говорили в предыдущем раунде. Есть АВП у Тойну. Решил парень, что все-таки, да, нужна палка для того, чтобы выйти, возможно, даже на временную ничью. Есть также АВП от девайса. Ну, в целом, у Атаки все очень круто по экономике. Тойну просто откидывает дефолтные флешки и отходит назад. Он понимает, что поддержки у него на миде нет никакой вообще. 4 плюс 1. Решили не играть LDLC. Комбину, которая принесла, в принципе, во многом им преимущество в прошлом раунде, это игра через коннектор. Ну и здесь уже вы видели, как упал маньяк, если честно, загулял откровенно. И в итоге сейчас еще один придет. Это Мисту! Ну, вот вроде как флешки какие-то летели, но непонятно, на что они были рассчитаны, потому что ни от одной, ни от второй, и Кзипикс не ослеп. И, соответственно, там немного проседает Алекс, правда, убивает не Кзипикс, а Кьерби, который тоже ворвался там. Я тоже хочу здесь поучаствовать в этой перестрелке, но не получается. Но есть еще большинство Атаки 4 на 3. Экзистенс пока что просматривает через дерево коннектор. Там находится у нас товарищ Дюпри Тойнун. Есть АВП? Конечно же есть. Есть уже фраг от него, но вот Экзипикс уже третьего Алекса забирает, который поджимает, наверное, или это был выпад просто в смок, или просто даже выстрел в эту позицию. Но главное то, что LDL-C, да, идут и им не везет. Но про невезение здесь я бы не стал говорить. Вы просто не перестрелите своих оппонентов, и в эти флешки, которые вы бросаете, они вообще никуда. Тойну забирает также Дюпри, но теряет поддержку капитана Экзистенса. Прошив, нет, все-таки не будет. Глэйв поставил бомбу, фулловый, и делает выпад команды. Вот LDL-C здесь вообще не хватило. Это вот в этом раунде действие как-то вместе. Как-то вот, если вы даже поджимаете, то сделайте это как-то вдвоем. Потому что пошел сначала Маньяк, потом Мисту, Экзистенс, и все это привело к тому, что там команда... Может, переволновались. Я не знаю, как это назвать. LDL-C, ну, в целом, много-много ситуаций было довольно перспективных. И игра, особенно начало этой игры, было перспективным. Но вот не хватило, не хватило именно, я не знаю, то ли сил, то ли морали какой-то устоять. Нет, просто против вас как бы стоят более сильные соперники. Вот и все. Ну, и, естественно, против них нужно допускать меньше ошибок. Меньше каких-то таких вот решений, типа, как мы видели в закупке, например. Ну, вот что-нибудь такого, знаешь, его должны минимизировать. Ну, опять же, я говорил о том, что, да, вот ESL Pro League это такой турнир, который вот для команд уровня LDL-C, Hellraiser, Kinguin, это вот, знаешь, это вот официалки постоянно с топовыми соперниками. Соответственно, возможность вырасти как команда и как игроки. Да, так и есть. Потому что официалки от тренировок, они очень сильно отличаются. Я думаю, что все тренируются с LDL-C, но в целом, я думаю, что там совсем другая картина матчей. Керви забирает Тойну. Есть большинство для команды LDL-C, но только один АК-47. Ну и раскидка пришла у нас на точку, а банк горит. Керви по флешку будет просто врываться, контур действия от него, Мисту там заходит и, в принципе, уже должен прочитать оппонента. Керви пропускает сейчас за шиворот своим тиммейтом. Да. Да, это Дюфри. Нет, все-таки не стал резать, забирает одного. Также второй отлетает Керви, который даже не среагировал. Сейчас к нему, наверное, летит вопрос. Керви, алло, как же так? Через твою позицию вышли? Ну, тут разминулся просто. Мисту делает тоже последний минус. 8-7 минимальное, но преимущество команды Астралис в атаке. Ну, ты знаешь, вот если сейчас смотреть на счет, то Астралис, в принципе, закончили первую половину с таким счетом, вот как они заканчивали на оверпассе, там, на мейджоре, где там в этом, против Виртуз Проню, по-моему, играли в Лас-Вегасе. Да. Там был трейн, нюк и оверпасс, да? Да. И вот там тоже, по-моему, первая половина, что-то типа 8-7, там 9-6, может быть, вот такая какая-то заруба. Вообще, в целом, опять же, я отмечаю для себя в очередной раз, что на оверпассе, понятно, что здесь разный калибр команд, но очень часто в последнее время именно почему-то атака много берет раундов. То есть защита как-то не может собраться. Но здесь, конечно, вот конкретно по этой игре есть вопросы для LDLC, вот по решениям, которые были. Несколько решений было довольно странных. То есть, опять же, какие-то зоны вообще просто-напросто отдавали свободные. Опять же, не покупка, то есть не контроль АВП для Тойну. Форсбай вот этот вот совершенно непонятный. И при том не один, там, по-моему, два этих форсбая было таких очень спорных. Ну, то есть это все, знаешь, это такие моменты, которые, кажется, вроде ты как пытаешься переломить игру, но на самом деле против тебя такой соперник, который вот не отпустит такие варианты, да? И тебе нужно все-таки всегда исходить из того, что нужно сыграть не как-то там креативно, оптимистично, а более надежно, да. То есть более закрыто, более надежно, более, то есть на верочку, да, вот более как-то на 100%. И тут, конечно, вот пример яркий того, как вот слабая команда борется против сильной и в каких-то точечных нюансах, да, упускает инициативу из своих рук. Да, так и было. И, ребята, напоминаю, что у нас LDL-C вели со счетом 5-0, все было отлично, просто даже первый девайсный раунд там без шанса просто прошел. 5 в 0 просто принимали своих соперников на точке, если не ошибаюсь, LDL-C. Но дальше вот все эти проходы к Ерби, это все мы видели, вот, ты знаешь, мне напомнило вот это действие, вот к Ерби, игру Cloud9 против NIP на том же самом Лас-Вегасе, когда Стюи тоже там поджимал длину, выходил в спины почему-то к шведам, которые даже не контролили эту позицию. То есть у нас на Overpass действительно очень часто такое происходит, то, что звено, которое отвечает за точку А, оно почему-то, вот, какой-то тайминг есть, когда они не смотрят вообще одну позицию. Очень часто такое происходит, потому что вроде как у вас есть только там две позиции, если вы действуете из плента, то есть глубоко, то есть вот банан, есть туалет, который находится вот в одной позиции, и есть длина, которую тоже можно посмотреть там через банк, через, как это делают некоторые игроки команд, вот просто прыгают там за машиной. А вот такие вот выпады какие-то, которые становятся сюрпризами, я, если честно, вот в недоумении нахожусь, как же до такого доходит. Но в целом, просто более сильный коллектив, более сильные индивидуальные исполнители, они просто выводят сейчас команду Астралис вперед. Но вот сейчас пистолетка, которая может ответить на вопрос, будет ли еще какая-то борьба от LDLC, или все же они будут погибать на карте Overpass. И следующая карта Инферно, так что, ребят, оставайтесь, все-таки нечасто мы смотрим Инферно, да, понятно, что пикали эту карту на DreamHack Лас-Вегас, но в целом на ESL Pro League еще не было, так что интересно, как в онлайне будет она разыграна между такими коллективами, как Астралис и LDLC. Поехали смотреть вторую пистолетку, есть у нас пять пистолетов USPS, есть пять арморов, нет диффузов, с другой стороны есть как бы раскидки, есть тоже арморы, Аликс вместе с Экзистенсом, Смоки, Флешка и Молдов. Да, очень серьезно, XPS поджимает монстр, easy kill для него минус мисту, и этот раунд начинается с того, что французы потеряли одного из игроков, тут, судя по всему, просто не ожидал, что так открыто может сыграть оппонент, хотя, ну, с успиком, опять же, длинная дистанция, хорошая возможность сделать килл и воспользовался этой возможностью XPS. Ну, и куда дальше будут двигаться LDLC, пока они бегут в сторону длины, бомба здесь находится, ну, может быть, там как-то засветится, накидает гранаты в уступе через коннектор и уйдут на точку B, но для того, чтобы уходить на B, там надо хотя бы какую-то работу провести, пока этой работы нету, и только вот засвет на длине от французов. Ну, три игрока находятся на A, ой, в антапы, от девайса, отлетает тут же Тойну, пошла раскидка, ну, куда? Опять же, тут у нас уже читают как открытую книгу, девайс, еще одного забрят, это Алекс Девайс и минус экзистенс, получает тоже хатшот, но маньяка там, добирает к Ерби, какая работа от Николая Ритца, минус три, очень красиво. Даже не напрягли, видишь, в пистолетном даже французы не напрягли своих оппонентов и интрига в этом матче, судя по всему, потихонечку умирает. Посмотрим, может быть, LDLC еще как-то включится, сейчас они форсят, это теки, P250, есть смоки, также три глюки хармора и два тяжелых хармора, ну и с другой стороны три эмки и две у МПХи, два игрока стоят на точке А у Астралис, три игрока на точке Б, есть уже позиция у LDLC перед монстром, но там прилетает смок, естественно, ранней агрессии никакой не будет от французского коллектива, три игрока находятся сейчас в коннекторе, ну, по позициям перспектива просматривается выхода на точку Б. Три плюс два, ну, тут еще пытаются, да, вот найти кого-то в агрессии от команды Астралис, те просто сидят на своих позициях, понимают, ребята, что они просто хотят выиграть этот оверпасс, и никто никуда не будет джать, там, вот против особенно Форсбая, есть смок на Хлпе, тут же откидывается подобная гранта флешка, именно от Экзипи, кстати, дальше работает неплохо, маньяка забирает, и здесь нет размена, пока что Миста тоже погибает от него, Экзистенс, два минуса от капитана команды, Экзипикс за плентом, тут должен забирать Тойну, Керби неплохо, отлетает Алекс, и последний тоже валится на спину, это Тойну, 10-7, задумка неплохая была от команды LDLC, закидали Хлпу, попытались как-то зажать, но в целом вот одна флешка свела все на нет, вот одна флешка не дает выйти Зигу, и там сразу же начинается очень легкий фарм от Керби и компании. Маньяк у нас пока 5 фрагов за 17 раундов, да уж. Ну, видишь, вот поиграл-поиграл, потом пошел, стал тренером, понял, что возможно где-то что-то не удается, и сейчас пытается вот обратно вернуться. Много стримил, я видел, он стримил довольно много. Да, на роль игрока, но вот сейчас вот я вот сколько вот LDLC не смотрел, Маньяк отыгрывает вот, когда как, ты знаешь, очень нестабилен. Тойну, не отпускает все-таки девайс, есть мот, и вот защитой это был Глейв вместе со своим тиммейтом Керби, который отвечает в этом раунде за коннектор, и даже вот атака сейчас им даст отойти, атаки будет тяжело, потому что опять же нет арморов, нет вообще раскидок никаких, но есть тайминги, которые могут сработать для них. Керби! Да, нет, не он. Забирает Глейв оппонента, который находился на шариках. Алекс внедрился. А как он сюда прокрался? Через лонг или что? Шпион. А сейчас французы, конечно, жалеют, что у них нету бомбы. Да, нет бомбы, нет девайсов. Если он пойдет сейчас на Б и зайдет в спину кому-то, вот в шорт, тогда есть вариант. Но надо обязательно идти с бомбой на Б. Да, так и хотят сделать французы. Сейчас выйдет Алекс, он сейчас все прочекать, здесь никого не будет, и единственный игрок на Б стоит к зипниксу. Вот он, да. И здесь без шансов, конечно, увидит. Здесь просто не пропустят. Он увидит. Здесь даже, да, вот, ребят, учитывая то, что есть шпион команды LWC на точке Б, ну, никаких шансов. К зипникс, да. Видите, увидел, прочитал и отстрелил Алекса. Соответственно, он уже знает о том, что это будет выход на Б. И нет уже никаких других опций у команды LWC, вернее, у связки эшелона этого. Маньяк вместе с Мисту, который выходит на Адзюбрии, и от него хороший спрей. Контроль прицела. Два минуса тут же оформляет Петер Расмуса на 11-7. Четыре раунда преимущества у Датчан из Астралис. И до сих пор LWC еще ни раунда не взяли в атаке. Но еще пока рано говорить, только сейчас первый девайс не будет. Скорее всего, пять калашей. Ну, 11-7. И вот, в общем-то, чтобы французам вернуться в игру, нужно сразу же цепляться с первого оружейного раунда за эту карту. Поджим, вот видишь, смотри, опять же, разная модель дефенса от Астралис и от француза. Вот французы ничего подобного вообще не делали ни разу. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это уже как бы нужно анализировать демки. Они уже должны для себя носить, смотреть все эти моменты, демки. Может быть, им этого и не хватило. Может быть, им не хватило этой ранней агрессии. Ну, с другой стороны, как бы, нестандартный модель дефенса. Так, выход под флешечку. Довольно быстро. Но здесь позиция у Кзипникса. Он все-таки делает минус. Приходит на хелпу. Неплохо. С девяткой так же залетает по игрокам атаки. Маньяк забирает Глэйву на Кьерби. Посмотрите, в какой позиции сейчас уже готов рваться с нижнего тоннеля, девайс через Зиг. Но у него АВП. И Кьерби. Заметил ли маньяка? Да, наверное, замечал. Ну, маньяк, зачем опять же такая агрессия? Вот вроде как, вроде должен лыгать там на чек, но вышел просто под шептом и отдался. И он, походу, даже не ожидал, что там может быть оппонент. Но невнимательно, невнимательно. И тут опять же, против такого оппонента, против супертяжелого веса, нужно всегда быть готовым ко всему. Может произойти все, что угодно. Оп, видит тень своего соперника Existence. Пока что не попадает, девайс по сопернику. И Кьерби должен забирать Тойну. Да, тот взлетает. Ситуация 1-2. Для капитана Existence еще и бомба не на него стоит. Хотя можно убить Кьерби. Нет, девайс все-таки не пропускает самому тиммейту. Соответственно, это разминирование бомбы и очередной раунд команды Астралис. И здесь вот LDL-C, да, вот вроде как поставили, денег заработали. И какое решение? Будет бай, наверное. Ну, нужно покупать, что здесь. Здесь Эко точно нет смысла делать. 4, 4, 100, 3, 700 нужно покупать. Покупают французы. Месту берет УМПшку, набор гранат. Но только что была попытка выхода на точку B. Закончилась ничем. Ну, как ничем? На самом деле, в какой-то момент была ситуация 3-2. Ну, маньяк на самом деле. Вот этот выход на Кьерби. Потом уже 2-2 было тяжело. Считывая то, что, в принципе, все позиции от игроков LDL-C Астралис читали. Маньяк на коннекторе. Здесь, ну, очень хорошая позиция от защиты. И, ну, не без шанса вообще отлетает от капитана. Датчан. 5 на 4. Почему маньяк один пошел? Коннектор одному чекать. О, клейв. Клейв красивый. В хэдшот. Ну, и Мисс тоже тут не понимает, как лучше ему дефаться. Тут непонятно, кто вообще атака. Атака, судя по всему, Астралис. Ну, вот LDL-C, видишь, даже не дали развернуться. Абсолютно не дали совершенно ничего делать. Астралис просто поджали коннектор, поджали болото. Изи катка для Датчан. Ну, и два последних француза. Даже не француза. Один англичанин, второй бельгиец. В стане французского коллектива уже отваливаются. Минус стойну. Легчайший минус для Глейва. Ну, и Алекс. Великобританец. Ни единого хп они потратили Астралис, при том, что они жали. Да. Противника, к которому были АК-47, дорогие друзья. Но здесь просто тяжеловес наступил на горло. Просто здесь никак вы не можете этому противостоять, потому что противник действует очень круто, под флешкой, врывается вместе и разрывает без каких-либо шансов. Есть у нас бай вновь от команды LDL-C. Доигрывает просто этот overpass. Есть три Тэг-9, вернее. Два П-250 Алекса и маньяка. Девайс просто вот чувствует свою силушку. Ну и на тайминге пытается найти open-frag на миде. Пока что не получается. Соответственно, можно просто отойти на мидл, учитывая то, что его девайс должен работать здесь вот на длине. Так и получается. Экзистенс отлетает. Будут загонять. А получится ли? Это уже вопрос. Не получается. Это уже у маньяка, который прыгает в смок. Все-таки там кто у нас на банане? Это Керви пропускает ему в спину мисту. Не доработал немножко. Последний Алекс. По нему тоже инфа есть. Глэй. Не самый удачный прыг. Вроде как не слеп. Но вот Алекс еще и тупри забирает. Да, это, конечно же, смешно. Но в целом не смешно сейчас поклонникам команды LDL-C, которые просто укатывают. Просто вот без шанса. Да, уже пушат. И второй раунд подряд мы видим. Астралист просто даже не нажимает, не давит на педаль тормоза. Просто только газ. Только вперед. Ну и маньяку нужно потренироваться. Я не знаю. Шесть фрагов слишком мало. Притом у него были ситуации. И ситуации, в которых он мог сделать минуса. Но нет. Но нет. Знаешь, он оказывается во многих ситуациях просто выключен как-то из момента. Считывая то, что вроде как команда выходит на точку, делает какие-то минусы. А он пока что сам по себе. И может быть у него такая роль в команде. То есть когда Existence его принимал обратно в коллектив, говорил. Ну ты более опытный, так что ты будешь ходить в одинокий волк, где-то находить фраги. Дело в том, что он не справляется с этой задачей. Не справляется, да. Соответственно, нужно будет уже как-то полномочия. Это перенаправлять, может быть, на кого-то другого идти. Или вообще не отправлять вот так вот в одиночку гулять одного из игроков, учитывая то, что вы догоняете. Пускать, я знаю, где его можно выгодно применять. Его можно пускать на мясо. Ну типа, да, первым и потом сразу размен. Так, иди, маньяк первый, ты же маньячина. Маньяк должен убивать по логике. Керби пропускает. Ой, ну, ой, ой, ой. Ну и ждет, есть время еще подождать. Ну и маньяк даже не прочекает эту позицию. Посмотри, сейчас второй выходит. Ляп. И второй тоже должен погибать. Да, так и получается, там флешка, правда, залетает шальная. Похожая ситуация на ту, как Керби зашел за терра в длины, да, тоже два минуса сделал. Девайс, о, слишком простой минус для Девайса. Здесь без шанса падает Алекс. Мисту вместе с Экзистенсом 2 в 4, дорогие друзья, попытается выйти, наверное, на точку А. Дело в том, что там уже в спину поджимает Дюпре, отлетает от Экзистенса, который был на чеку. Мисту, АВП, услышал Девайса. Но Девайс, на самом деле, и делал минус с этой точки, пытается под флешку пикнуть. И уже у него хорошая позиция. Он уже должен убивать на Мисту и неплохо ориентируется вообще в том, как играть против снайпера. Ну что, ЛТЛС заходит в итоге на точку А. Здесь капитан команды Астралис, легкий минус по Мисту. Совершенно даже не контролили этот угол. И Глейв просто изи-катка. 15-7 и пока ни одного раунда в атаке от французов. Да, да. Но это то, чего мы с тобой опасались. То, что вот в защите могут взять за счет пистолетки, там, за счет какого-то шального тоже поджима. Но в атаке это делать не стоит. Смотри, взяли, что не взяли. Пистолетку взяли первой оружины и 5-0. Это вся интрига в этом матче. Больше не было интриги. Да, вновь на 5 калашей. Матч, помню, для Астралис есть еще. Вот последний шанс для ЛТЛС немного ухватиться за линию этого матча. Вот немного вот продержаться, что ли, я не знаю. Но это будет очень сложно. Учитывая то, как сейчас Астралис играют, они очень вальяжны. Они очень уверены в себе и свободно. Вообще каждый игрок себя чувствует. Правда, Алекс убивает Керви. Там была подсадка вроде как на Банане. Да, это под точка был сделан минус. Соответственно, уже защита, скажем так, в меньшинстве будет, наверное, поджимать какие-то позиции. Да, так и есть. Дюпри под фашку тоже в никуда. Этот мист был готов. И, наконец-то, вот эта медленная игра. Здесь некоторые позиции окупаются. Но надолго ли? Ну, опять же, да, за счет чего она окупается? За счет того, что Астралис играет агрессивно. То есть тут LDLC особо ничего не показывая. Просто стоя, скажем так, на местах по своим дефолтным позициям. Ловят фраги. И в итоге вроде как есть для них преимущество. Но минута до конца раунда. LDLC собирается выходить на точку B. А здесь мы видим, Астралис уже сейчас построят башенку. Минус мисту. Ну и сейчас два игрока будут принимать выход на B-плэн. Ну, неплохо. Хаманья, хороший хэдшот по Глэйву. Нет, все-таки просто прострел залетает. Да, маньяк Глэйв еще успел ликвидировать Алекса. Бомба у нас лежит. И там же еще и молотов летит. Девайс на самом деле может сейчас забрать маньяка, который действует очень агрессивно. А это Тойну все-таки. Маньяк у нас на плэнте. По флешку Девайс пытается выйти. Замечает оппонента, который абсолютно слепнет. Еще и вторая флешка отлетает от террориста. Но здесь уже Николаю Риццу будет тяжело следовать вообще вот этой вине и выхода через девятку, потому что он уже поменял позицию Тойну. Маньяк поставил бомбу, ни в коем случае не выйдет вот с дефолта. Так что Девайсу нужно чекать. Ой, неплохо там могло залететь. Все-таки 15 хп остается у Николая. И будет ли минус или нет? Все-таки маньяк, смотрите, просто как играет. Ни в коем случае нельзя выходить. Нельзя выходить. Просто дожидается. Наконец-то прострел. Ну, Девайс тут понимаешь просто уже. Тут как бы, тут это такая ситуация, когда ты, ну ладно, окей. Наконец-то закончили. Это момент, седьмой раунд. Уже наконец-то вот смогли размочить LDL-C. На восьмой выходит. И девятый раунд в атаке. Дорогие друзья, будет ли он для LDL-C? Или все-таки Астрали сейчас закончит этот оверпасс своей победой? Можем ли мы говорить здесь о камбэке? Нет. Вряд ли. Пока нет, но это объективно, на самом деле. Тут никто ни за кого не болеет. Тут, ну видите, с какой вообще, не знаю, с каким скрипом берется раунд сейчас LDL-C. Вроде как ситуация 5 в 3. Вроде как все нормально. В итоге все сводится к 3 в 3. Но там, да, вот смогли все-таки выйти на точку B. Два минуса сделать и уже 3 в 1. И девайс там, понятно, что сделал, конечно же, какую-то работу. Но вот в 1 в 2 уже не смог работать. Хотя все были у него шансы, если бы он забирал той, но под собой. Опа-опа. Опа-опа. Сейчас дюпри просто зайдет всем в спину. Нет. Открыл дверь. Дальше не пошел. Так. И застыл. Застыл, такое ощущение, что завис. Молотов, коннектор. LDL-C очень быстро. Так, а вот это интересная подсадочка. Я говорил о том, что не было этой подсадки. У-у-у. И Молотов тут же под тиммейт. Глэйв Киарбай просто разрывает здесь туалеты. Ну, вот эту подсадку, помнишь, я вспоминал в защите. Не было этой подсадки. В целом, вообще там очень пассивно играли LDL-C. В целом, даже не пытались удивить. Вообще интересно, что вот LDL-C может брать демку на оверпассе против Астралис и просто изучать свои проблемы. Вот какие есть проблемные места. Ну, реально. То есть, в принципе, тут вопрос даже не в том, что да, Астралис там топовая команда, все там жестко, сильно, но тут просто видны какие-то, знаешь, структурные траблы. То есть, вот там не смотрели то, тут там не смотрели это. Миста, ну что, будет ли клач от тебя? Нет. Нет, Zipix сообщает о том, что не будет абсолютно ничего. Это будет победа. Команда Астралис на первой карте оверпасс. Вот там матчапев. Следующая у нас Инферно. И вот будет интересно посмотреть уже, как этот фаворит датчане будут отыгрывать против более слабой команды на этой новой карте. Ну, во-первых, мы, по-моему, первый раз будем вообще видеть в пуле Астралис команду Инферно. Карту, да, да. Команду, карту, да. Во-вторых, ну, не то чтобы я там как-то верю в то, что LDL-C сможет, но мне кажется, что там даже может быть чуть пожестче для Астралис, посложнее, чем на оверпассе. Потому что оверпасс все-таки это для них топовая карта. И они там себя чувствуют как рыба в воде. А вот на Инферно может быть немножко другая история. Все-таки карта другая, структура другая. Но я просто вот, для меня интрига только в том, знаешь, вот насколько могут сопротивляться LDL-C на карте Инферно. Ну, узнаем, смогут ли они вообще что-то там показать на Инферно против команды Астралис. Ребята, никуда не расходитесь. Через пару минут мы включимся обратно.